Всем доброго времени суток, с вами как всегда Игровая Зависимость, меня по-прежнему зовут Александр Моженок, продолжаем с вами проходить легендарный Doom 3. Ну что ж, друзья, продолжаем погружаться в трындец, который здесь творится. Собственно, начнём мы сегодня выпуск с того, что, помните, под конец прошлой серии мы подобрали какую-то очередную запись в КПК, и сейчас как раз-таки можно просмотреть. А в Мартиан Бладе написали ему, бесплатно. Уважаемый мистер Мозес, поздравляем, вы выиграли наш специальный бесплатный приз, встраиваемый в шкаф с полезными припасами, которые, как нам кажется, могут вам пригодиться. Чтобы получить свой приз, посетите наш сайт, Марсианский Друг, и помните, с Марсианским Другом вы всегда в выигрыше. Ага. А, то есть ты его, типа, Марсианский Друг ему написал, и помните, с Марсианским Другом вы всегда в выигрыше. Я просто поначалу не понял, не сформулировал. Так, дальше, Джим Боуэр, шкаф. Мистер Мозес, мы недавно получили от компании Марсианский Друг шкаф, адресованный вам. Где бы вы хотели его поставить? С уважением, Джим Боуэр, отдел логистики. И ответ ему пошёл. Прекрасно, уже доставили. Так быстро, пожалуйста, установите его в моём кабинете в северном коридоре административного блока. Я просто сгораю от нетерпения, что же мне прислали, Джонатан. Погодите-ка, а не этот ли шкаф, который у нас сейчас здесь стоит? Вот он. Северный коридор, кстати. Мы находимся в северном коридоре. Прекрасно, уже поставили. Так быстро, пожалуйста, установите его в северном коридоре административного блока. А где мне найти парольчик от этого шкафа? У него никаких записей нету. Вот. А, собственно, пароль-то я не знаю. Нужно его искать где-то. Ладненько, идём. Что у нас по заданию, кстати? У нас по заданию получить доступ в комплекс альфа. Вот что у нас сейчас за задание. Комплекс альфа. Я его, кстати, найти не могу, к сожалению, пока что. Поэтому будем сейчас думать, что да как. Вроне пластины, отлично. Как я их только в тот раз мог пропустить, я не знаю. Блин, комплекс альфа. Где же? Помните, я в тот раз ходил? О. Браво доложила, что некоторые участки базы зарастают какой-то дрянью. Не знаю, что это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо. Какой-то дрянью зарастает. Вы что там, серьёзно уже? Вы контроль полностью над базой потеряли или как? Почему не было никакой сверхзащиты? Почему вы... Знаете, вот мне это что напоминает? Мне это напоминает, когда фашисты на Советский Союз напали. Ну, точно так же, да? Такая же история. Ничего не сделали вообще. Никак не опаслись. Боже, что же они замышляют, а? Мне очень интересно знать, что они замышляют. Так, куда нам, правда, сейчас идти? Это коридоры ВИП-зоны. Давайте сюда пойдём. Так. Отлично. Бронепластинка. А, погодите-ка, это что за комната была? Пусть закроется дверь. Это у нас... Да, дверной замок. Я просто не знаю, что там за локация. Блин, и здесь не написано. По-моему, мы здесь уже были, да? Да, мы здесь уже были. Это мы с вами вернулись. Пошёл в задницу. Своим... Так, кабинет руководства. Уроды. Они тут по-новой появляются. Кого спаси? Тебя, что ли? Уильям Бэнкс. Это, по-моему, я здесь был. Тебя, что ли, спасти? Ты же сдохший уже. Хоть тебя спасти. Так, аптечку взяли. Блин, куда нам идти? Комплекс Альфы. Я не знаю, где это находится. Так, а мы здесь с вами были вообще? Уровень допуска у нас повышен, ребята. Это хорошо. Ух ты. И в задницу. Кто-то ещё здесь может появиться? Потому что круг, видите, как интересно горит. Так, мы с вами какой-то КПК нашли. Давайте посмотрим. О, Уильям Бэнкс. Исчезновение и нехватка энергии. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 20 октября. Так, стоп, подождите. Тут слишком шумно. Давайте я, наверное... Так, резюм. Такой смех забавный. Так, давайте послушаем здесь. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 20 октября 2145 года. До моего сведения дошёл факт пропажи значительного количества сотрудников базы. Мой секретариат получил из Дельты четыре таких рапорта только за последнюю неделю. Люди не появлялись на рабочих местах. А когда им звонили домой, никто не отвечал. Секретариат отправил имена этих людей в охрану Марс-Сити. И те пообещали начать расследование. Эти события очень, очень беспокоят меня. Особенно на фоне участившихся случаев шизофрении и прочих психических расстройств. Надеюсь, между массовыми психозами и исчезновением людей нет никакой связи. Вы заметили, мы же по-моему как раз вот этот вот КПК и искали Бэнкса, Уильяма Бэнкса, да? Посмотрите, получить доступ в комплекс Альфа. Комплекс Альфа, доступ у него уровень есть. Мы когда подобрали его КПК, у нас уровень доступа повысился. Поэтому, собственно, мы скорее всего уже и нашли этот доступ. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 5 октября 2145 года. Служба жизнеобеспечения довела до моего сведения, что недавние изменения в сети энергоснабжения привели к неполадкам во многих второстепенных системах. Из доклада следует, что причиной тому являются либо периодические отключения электроэнергии, либо низкое напряжение в сети. В нем также говорится, что обеспечивать нормальное распределение энергии становится все сложнее, благодаря стараниям доктора Бетруггера. Я заверил начальника службы жизнеобеспечения, что направлю доклад в вышестоящие инстанции. Окей. То есть, вот такие дела. Он был, кстати, директором, оказывается, комплекса Альфа. Я так понял. Точнее, директор администрации, скорее, в комплексе Альфа. Вот такие дела. Что у него есть за письма? Доктор Бетруггер. Господин директор, прошу вас обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Для моей работы исключительно важно, чтобы все контейнеры с религиозными артефактами, поступающими с земли для лаборатории Дельта, переправлялись туда напрямую, без каких-либо проволочек. Я не могу допустить, что мой драгоценный груз пестолку пылился у вас в ангарах, дожидаясь, пока ваши подчиненные наконец-то соизволят его отправить. Мэтью Уайт пропал без вести. Господин директор, младший научный сотрудник Эрик Рафель уже неделю не появлялся на рабочем месте. Я неоднократно звонил ему домой, но там никто не берет трубку. Его уже несколько дней никто не видел. Я не представляю, что делать. Обычно на него было вполне можно... Обычно на него вполне можно было положиться. Я связался со службой безопасности Марсов, надеясь, что они сумеют его найти. В конце концов, на базе просто негде потеряться. Боже, надеюсь, с ним все в порядке. Как только я что-то услышу, тут же вам сообщу. Заранее спасибо, Мэтью Уайт. И письмо от какой-то UA Corp. С радостью сообщаем вам об открытии нового веб-сайта в корпорации. Пожалуйста, уделите часть своего драгоценного времени на ознакомление с ним. Заранее благодарны группе веб-мастеров uacorp.com. Так, хорошо. Да, вот видите, написано найти КПК Уильяма Бэнкса для получения доступа в лабораторный комплекс Альфа. Ну что ж, идем в лабораторный комплекс Альфа, собственно. Теперь уже без каких-либо проблем. Ох ты ж. Какая интересная личность. Так, патронов у нас вроде еще более-менее. Бывало и хуже. Так. Погодите. Так. Блин. И это с такой высоты ты получил урон? Серьезно? Так, КПП. О, комплекс Альфа. Зашибись. Так. Ну, конечно. Давайте вырубим снова мне свет. Почему бы и нет. Так, я, пожалуй, переключусь сейчас на дробовик. С вашего позволения. Так, отлично. Патронов у нас вроде пока достаточно. Так. А, контроль данных. Какие-то... По-моему, мы здесь уже, да, были, но... Не до конца. Так, этот шкаф мы открывали. Вот, комплекс Альфа. Нажмите на сканирование. Доступ разрешен. Зашибись. Теперь уже можем здесь ходить. Так, магазин. Так, магазин. Отлично. Пол Симмонс. Новый КПК. Так. Ну что, вход в сеть? Ошибка и соединение. Ошибка, 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 ошибка. Нет, соединение сети. Сеть недоступна. Ага. Интересно, девки пляшут. А где я вам должен найти доступ в сеть? Много, может быть, что-то в КПК написано. Пол Симмонс. Администратор защиты сети. Давайте послушаем. Пол Симмонс. Системный администратор. За последние дни было предпринято несколько атак на нашу сеть. Похоже, атаки начались задолго до этого. Но тот, кто это делал, он настоящий профессионал. Он прекрасно умеет заметать следы. Я совершенно случайно заметил какие-то странности в лобах. Иначе мы бы и дальше ничего не знали. Хакеры внедрили Трояна в один из запросов суперкомпьютера. И таким образом обманули наш Брандмауэр. К сожалению, из-за установленных в комплексе Дельта правил безопасности, я могу только определить, что Троян пришел оттуда. И все. Я не могу определить ни машину, ни даже лабораторию, из которой он был послан. Могу только сказать, что хакер получил полный доступ к личным данным наших служащих. Вплоть до пенсинских карт. Моя команда в ближайшие несколько дней будет внимательно следить за сетью. Может быть, нам удастся заметить что-нибудь необычное. Конец записи. Так вот, друзья. Такое ощущение, что проблемы начались, когда вот как раз-таки с вот этих вот атак на сеть. То есть сначала злоумышленники добыли все данные, которые были на Марс Сити, всех сотрудников, жителей и тому подобное. А потом уже начали работать с документами. И потом уже какие-то данные, видимо, нарыли. И пришлось, то есть, и видимо, какую-то диверсию вот в плане вот этих вот, этих существ всяких вот, они и подогнали. То есть, слишком пока все затянуто, непонятно, как это все здесь началось. Поэтому все равно, пока мы только можем теории какие-то выводить. Поэтому давайте дальше смотреть, что у нас будет. Что у него, кстати, по почте у Пола Симмонса? Мистер Симмонс, мы протестировали вашу систему и не обнаружили никаких неисправностей. У нас все работает, так что, судя по всему, ваш Борт Мауэр в порядке. Сообщения о похожих вторжениях в сеть поступили и от других администраторов. Видимо, за этим стоит очень хороший хакер или сотрудник с очень высоким уровнем доступа. Мы продолжим мониторинг сети и немедленно сообщим вам, как только что-нибудь обнаружен. Центральная служба информационной безопасности. Видимо, да, все-таки это был какой-то сотрудник с очень высоким доступом в сеть Марса Сити. И, ну, вот, видимо, какой-то чувак, короче, есть вот среди всей вот этой вот шайки ребят, которые здесь работают. И, видимо, он решил насолить и взять Марса Сити под свой контроль. Видимо, так. Рассор Вайлдер, спам. Пом, Пол, сделай что-нибудь со спамом, совсем распоясались. Хуже всех этот марсианский друг. Сколько же дряни они мне послали. И откуда только у них мой адрес? С ума не приложу, Пол, ну, сделаю хоть что-нибудь. Я сегодня все утро мусор из ящика выгребал. Заранее спасибо. Ага. Так, ну что ж, погнали дальше. Все-таки я пока не знаю, как зайти в эту сеть, к сожалению. Придется что-то находить. Куда они, интересно, пошли? Вот у меня этот вопрос возникает. Видимо, видимо, они как раз и имели доступ к этому компьютеру, а я не могу иметь доступ к этому компьютеру. Так. Подъем наверх. Что у нас тут? Дверь сломана. Ай, проблема за проблемой. Так, комплекс альфа. Кайф. Ну дай-ка я сначала сюда зайду, посмотрю. Тут патроны с картечкой валялись. Целая куча непонятной вещи творится. Ну ладно. Идем туда. Так, покинуть администрацию. Отлично. Солдат, мне доложили, ты так и не встретился с группой Браво. Прибавь шагу. Они не будут ждать тебя. Надо как можно быстрее добраться до центра связи. Да, понял я вас. Короче, так быстро загрузки идут, потому что, ну, сами понимаете, игра-то у нас давняя, 15 лет уже, как прошел с момента ее выхода. И, видимо, когда были тогдашние компьютеры, видимо, она грузила, ну, достаточно долго. Сейчас она на этих компьютерах грузится достаточно быстро, я не успеваю прочитать надписи, что там написано. Так, ну, да, в принципе. Но. Добраться до лифта на второй уровень. Что-то за звуки такие интересные. Так. Ну, я так и знал. Блин, как бы мне включить... Ай! Скотина! Давайте, сюда идите. Я лучше буду на свету стоять. Казовая. Я лучше буду, да, на свету стоять. Потому что, ну... Жалко, что невозможно держать... Держать дробовик и фонарик одной рукой. Значит, не одной рукой, а двумя руками, да? Или куда-нибудь этот фонарик привязать. К сожалению, приходится только так пока ходить. Чего я там пинаю? Странная вещь какая-то непонятная. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Включить освещение. Да, конечно. А что освещение-то было выключено? Что за история? Включить освещение. Гордиться своим уровнем безопасности труда. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Да, конечно. Будем мы с вами соблюдать технику безопасности. Так, пистолетные патроны. Отлично. Бронежилет накопили. Все, короче, мы с вами попахилились немножечко. Так. Что у нас, кстати, с патронами? Да, все отлично с патронами. В принципе, можно не париться. Урод. Пока одумался, пока че. Ах ты, тварь. Ааа, тварик. Да что ж вас так много-то? Хереть. Выскочили такие двое, блин. Так. Что это пиликает? Эм. Странно. Козел. Блин. Похерили меня знатно. Да, стоп тебя, и эти козлы здесь. Пипец. Дайте-ка я автомат возьму. Патроны вроде нормально сейчас. Лишь усилили нашу потребность в металлах, нефти, пище, воде и даже воздухе. Чтобы удовлетворить эту потребность, ученые Юлиси разработали новейшие технологии, которые вскоре принесут огромный выигрыш и Юлиси, и инвесторы. Насрать на ваши эти технологии все. Которые вообще только хуже намного всем сделали. Потому что если бы эти технологии работали, все было бы зашибись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял вас. И что мне делать? Куда мне идти-то? Блин. Жопа пошел отсюда. Комплекс Альфа. Доступ ограничен. Номер шкафа 9. Сквадскошка. Имущество. Стоп. Минуточку. Погодите. Почта пользователя. Потерянный КПК. Где отсчет, ты мне не поверишь. Так. Вечеринка в Дельте. Запрос на охрану. Я просто просматриваю. Мало ли что. Экспресс-аптека. Броня и боеприпасы в шкафу. Дайте-ка я попробую, кстати. Понятно. Я вас понял. Уродцы. Ну давай, напугай меня. Что это за... Кинея. Ееее. Баги. Это хорошо. Баги это всегда хорошо. Видеодиск. Загрузка видео. Что у нас теперь за видео появилось? Так. По-моему... По-моему, вот это. Многие поколения человечества жило в постоянном страхе перед тем, что природные ресурсы когда-нибудь истощатся. Попытки освоить другие планеты лишь усилили нашу потребность в металлах, нефти, пище, воде. И даже в воздухе. Я понял. Это повторяется тот видос с экрана. Которые вскоре принесут огромный выигрыш и UAC, и инвесторам корпорации, и человечеству в целом. Наши ученые смогли взять к себе в союзники сам Марс. Посмотрите на эти огромные красные пустыни. Богатые оксидами железа марсианские породы. Главное сырье будущего. Мы разработали процесс, который дестабилизирует атомную структуру порошкообразного оксида железа и дробит его на субатомные частицы, которые затем рассортировываются и образуют другие химические элементы. Субатомный фазовый деконструктор позволяет нам осуществить мечту алхимиков Средневековья. Превратить красный песок Марса в чистый воздух, свежую воду и водородное топливо. Краеугольные камни для того, чтобы сделать Марс второй землей и выйти из пещер и стальных коридоров на поверхность. И это только начало. Атом за атомом. UAC строит светлое будущее для всего человечества. Блин, но знаете, амбиции, конечно, серьезные, и все было бы круто, если бы не злые люди, которые решили все испортить. Так, Кайл Бейкер. Несчастный случай с SFD. Не знаю, что это такое SFD. Видимо, это как раз по поводу... По поводу... Сейчас, минутку. Это как... А, SFD, субатомный фазовый деконструктор. Короче, с субатомным фазовым деконструктором. Несчастный случай какой-то произошел. Давайте послушаем. Кайл Бейкер, главный научный сотрудник, руководитель проекта СФД. Субатомный фазовый деконструктор полностью введен в эксплуатацию. И исследовательские данные, которые мы собрали на текущий момент, весьма впечатляют. К сожалению, на прошлой неделе случилось ужасное ЧП. Лаборант Паттерсон регулировал один из кварковых излучателей в камере. Свидетели утверждают, что он что-то пробормотал, как будто отвечал на чей-то вопрос, и попятился прямо в расщепляющий руч. Ему срезано затылок. Зрелище было... неаппетитное. Он жил еще несколько минут, хотя я не уверен, что такое состояние можно назвать жизнью. Но его глаза вращались в орбитах, и он пытался что-то сказать. Хотя после потери такого количества мозгового вещества, это наверняка были всего лишь рефлекторные действия. Как бы там ни было, после этого я ввел новые меры безопасности в лаборатории, и мы набили один из шкафов медикаментами. Код шкафа 752. А нет записи. Так, код шкафа 752, друзья. Поэтому нам придется сейчас, по-моему, открыть тот шкаф, который мы сейчас видели. Но перед тем, как мы туда пойдем, уважаемый доктор Бергер, пока что подготовка SFD к следующей серии испытаний идет просто отлично. Рой Паттерсон сейчас составляет график, и мы сможем начать испытания сегодня после обеда, если позволит время. Можете зайти к нам в лабораторию около двух часов дня. Думаю, это будет захватывающе. Билл Олендл. А, Билл Лендл, слушайте, получается... А, я понял. Просто в английском же значении, по-моему, Уильям и Билл это одно и то же. Ну, то есть одно имя просто сокращенное, знаете, потому что Уилл его не скажешь, да? Видимо, а приходит... У них, в общем, у Уильяма два имени. Это я вспомнил сейчас только что. Так, уважаемый доктор Бергер... Я сначала подумал, что это братья, типа. Уважаемый доктор Бергер, ремонтники закончили чистку коллектора SFD, всю органику из зоны мы выскребли. По результатам глубинного сканирования заявленный вами сектор также признан чистым. Кроме того, мы заменили 14 форсунок и 5 лотков. Пожалуйста, зайдите в группу обслуживания, нам нужна ваша подпись на заявках на запчасти. Зараня, спасибо службе технической поддержки UFC. Так, а где был ящик этот минуту? Да, вот он. 7-5-1, по-моему, да? Я уже начинаю много путаться. Блин. Так, ещё раз я прослушал запись. Получается, не 7-5-1, а 7-5-2. Немножечко ошибся. Найс. Найс. Отлично. Набили себе немножко карманы медикаментами. А теперь пошли дальше. Так. Что ты говоришь? Да ты что-то, сука. Высунулась, блин, как... Не знаю кто. Козлина. Не было, не было, блин. Бах, высунулась, блин. Что у нас тут? Ну, отлично. Что хотя бы накопили себе эти... Опять. Как будто, знаете, как будто разработчики так и знали, что они высунули... Когда там накопишь себе броньку, высадишься сюда, тебе это сразу скотина укусит. Что-нибудь с тобой сделает, и ты такой убьешь, и такой думаешь, блин, где мне теперь опять доставить броньку? Заходишь, а тут бронька лежит. Нормально. Так. Хорошо. Открыть ремонтный коридор. Внимание. Включен луч СПП. Тварь. Скотина. Иди в жопу. А я сейчас не понял, а чё я не так и сделал? Я ж этот коридор открыл, или как? Окей Так, окей, дошел Я снова до этой местности У меня уровень аж с начала начался Это называется, Саша не сохранялся Поэтому пришлось до сюда идти заново Так, сейчас меня тут испугает Кое-что Немножечко Покоцает Ага Видите, называется Вспомнил, видите, какой круг появился Прямо вот здесь вот эта херня попалась Так бы ее здесь и не было Так Блин, я забыл про нее Я знал, что она выпрыгнет, но Не думал, насколько быстро Выпрыгнет Ладно Пофиг Так, открыт коридор Какой я все-таки коридор открыл? Наверное, я не тот коридор открыл Придется мне идти назад Потому что Лучше, видите, он появляется снова и снова Так Так Что же за тварь эта такая? И где ты? А что я за коридор открыл? Мне интересно знать Не могу я отсюда разобрать Ну-ка еще раз Я вот сохранюсь Да нет, вроде там ничего нету Помоги мне А-а-а, вон оно как работает Я открыл люк Да? Я открыл люк А, всё, отлично Отлично, я открыл люк Вон оно как работает Вот откуда я мог это знать? Значит, всё-таки в тот раз я правильно прыгал А то я же думал, что типа, а где тут пик, типа Я же через окно в это помещение-то попал Так Перезаряжаемся Сразу делаем сохранение И идём дальше Давайте уже доброго дойдём А потом завершим На сегодня Так и знал, что попадёт Угу Замечательно Ну? Пошлёшь на меня кого-нибудь Или я так и буду в темноте ходить Чё за колокола играют? Чё за колокола играют? Без всякого труда, собственно Чё там ещё? Толстяк? Хе-хе-хе Я его фонарик отбью Ай Ладно, ладно Иди в задницу, толстый Так Куда я иду вообще? Интересно, знаете, куда я вообще сейчас иду? Уууу, понятно Я вас понял Значит, я пошёл правильно Так Ну да, конечно Брасти, приехали Так Замечательно Сразу сохраняемся Кайф Патроны с картечкой Что-то стучит И кто это стучит? Самое главное Мне это не нравится совсем Нет Нет, тварь Ты меня не словишь Свалив в задницу Ага Раскерматизация какая-то Тут ничего у нас больше нету Ага Это тот, мы сейчас огонь потушили Который вот мы в первую дверь заходили Там огонь был Отлично И давайте прочтём, что у нас в КПК Джек Смит У нас сейчас Его КПК Отчёт о несчастных случаях Джек Смит Инженер по технике безопасности 24 октября 2145 года Я только что прочёл очередную порцию рапортов О чрезвычайных происшествиях Поступивших от научного отдела За истекшую неделю Ещё пять человек пострадало При работе с оборудованием Самое серьёзное ЧП В случае с Джоном Хьюзом Его рука попала в штамповочную машину Прежде чем начать Профилактическое обслуживание оборудования Он обесточил машину И положил предохранительный ключ В нагрудный карман Непонятно как Но обесточенная машина включилась И раздробила Хьюзу руку до локтя В рапорте сказано Что машина работает до сих пор Отключить её нет никакой возможности Одного такого инцидента Достаточно, чтобы начать бить тревогу Но, к сожалению, это далеко не единственное происшествие Прошу довести эти факты До сведения руководства Конец записи Вот такие дела, ребята Как-то машина сама включилась И оторвала ему руку Так, почта пользователя Брайан Дженкинс Мистер Смит, в свете увеличения уровня Производственного травматизма В лабораториях Альфа Мы считаем необходимым ввести систему партнёров Или проведение техобслуживания тяжёлого оборудования В свете увеличения уровня производственного травматизма В лабораториях Альфа Мы считаем необходимым ввести систему партнёров При проведении техобслуживания тяжёлого оборудования Мы полагаем, это позволит сократить количество случаев травматизма В вашем отделе Если у вас имеются другие предложения По поводу обеспечения техники безопасности В лабораториях Альфа Сообщите мне с уважением Брайан Дженкинс Инспектор по технике безопасности Джек, начальство Что, с ума с подсходила? Объясни мне, дураку, если я не прав Но мне кажется, единственное, что система партнёров Может сделать с несчастными случаями Это удвоить их количество Нормально То есть, вот этот Ари Брейден Он, короче, наверное, не верил Не верил в эту систему партнёров И не зря, наверное В следующий раз они во имя техники безопасности Заставят нас заполнять все бланки в двух экземплярах Или прогнозировать временную недрудоспособность на год вперёд Мда Везде всегда найдётся какой-то трус Который будет в чём-то неправ Точнее, не то чтобы неправ, а Это Будет во чём-то сомневаться Вот и пошёл Ты тварь, а Главное, я же у него попадал Чё там происходит такое? А-а-а, ты скотина, сзади был Ты знаешь? Уродец Откуда они сзади повылезали? Вот это мне интересно знать Ох, ёкарный ты ж А-а-а, ну это, я думаю, это босецкие вылезают А это новый вид врагов Это новый вид врагов, друзья Отлично Всё? Нету больше вас? Вроде нету Фух А-а-а Ну да, конечно Не зря же здесь Блин, я Вы знаете, по привычке нажимаю на контур, чтобы присесть А на контур он тоже выстрел делает Странная затея Иди в задницу Решил тут меня напугать Так Странно, дайте-ка я сюда зайду Хм Интересно А что если я туда пойду? Это я сразу комнату перееду? Или тут я просто какие-то плюшки позабираю? Да, тут просто какие-то плюшки лежали Не просто же так эта комната здесь была Ну ладно Раз уж тут не так просто эта комната была Так Откуда ты высунишься? Неплохо Бронепластина у нас на фу Это хорошо Так, погодите А здесь у нас что? Не хотелось бы мне там сразу все бочки взрывать? Опасно, блин Причем здесь реально опасно На одного солдата взрывать все бочки? Ну такая себе история, если честно Блин Тут мост обрушивается или что? Не надо Плохо дело Долбаный Долбаный Хорош кидаться Неплохо Очень даже Еще два магазина подобрали Я уже думал, что у меня сейчас с патронами будет какая-то беда Но нет Все хорошо Блин, когда мы уже до этой браво дойдем, а? Что-то как-то далековато Они находятся Мне кажется, что мы будем Можем завершить сейчас здесь Этот эпизод Конечно, какие-то я моменты поврезаю Ладно Да что ж ты умри уже Наконец Так Какие-то моненты Можно, конечно, и вырезать за сегодня Да что ж у вас Все здесь разваливается На куске Серьезно Кто делал вам эти лестницы? А чего мне сердце так колотится У персонажа, точнее? Кто мне подскажет? Ааа Понял вас Знаете, чего не хватает при такой битве? Вот с этими Вот я играл в Doom 2016 Немножко Но там при каждом появлении врага Какой-то музончик пел Здесь же никакого музончика не поет Вообще Где и дух вот этого вот Рока Самого Который, когда вы всех в мясо превращаете Ах ты, тварь, ты Спрятываясь за тенью Я такой не увидел сначала А, у меня еще и прав доступа нет Ладно Давайте тогда в этот альфу попадем Уже в следующей серии Я вон даже какой-то видос нашел Вот Порассмотрим это все в следующий раз И попытаемся дойти К операторской вход Ночнее не вход, а доступ Чтоб туда можно было пробраться Но это уже будет в следующей серии, друзья А на сегодня это все Спасибо всем, кто посмотрел сегодняшнюю серию Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И ожидайте Но выпуски уже совсем скоро Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok